Сначала президент Путин обозначил майские указы. Потом обозначил еще один общий майский указ. Затем прозвучало послание Федеральному собранию. И народ все ждет, когда же начнутся заметные улучшения. А заметные улучшения пока только у олигархата и властной верхушки. Более того, по последним исследованиям, уже через четыре года количество долларовых миллиардеров увеличится почти на четверть. Чем незаметное улучшение? В капиталистической модели бедные трудящиеся являются пищей и источником все возрастающего дохода для богатых. И чем больше будет состояние богатых, тем больше будет бедных в стране. Значит тысячи россиян снова будут ограблены, уверен экономист профессор МГИМО Валентин Катасонов. Он поделился своим мнением с накануне ТВ. Физма 150 лет тому назад в капитале формулировал в закон тенденцию капиталистического накопления, то есть социальная имущественная поляризация общества. Все это обусловлено тем, что средства производства оказались в руках небольшой группы частных лиц. Соответственно, вот такая модель социально-экономического развития также предусматривает и государство такого же типа. Сылаемся на конституцию, говорим социальное государство, федеративное государство, правовое государство. На самом деле это ужасное капиталистическое государство, которое, безусловно, принимает решения исключительно в интересах этой узкой группы лиц. И тут никаких исключений я не вижу. Есть просто какая-то риторика, предложение Матвиенко ввести какой-то индекс счастья, но в любом случае полный. Это вот дымовая завета, а реально делается все возможным для того, чтобы богатые стали богаче. А за счет чего или за счет кого? Естественно, за счет основной части нашего населения, нашего народа. Путин объявил курс на деофшеризацию, продление материнского капитала, решение жилищной проблемы и многих других. Кто-то еще ждет изменений, но становится все более очевидно, что власть просто использует насущные проблемы граждан для собственной выгоды. И вроде бы формально все во благо граждан, а по факту ограбление в пользу богатых. Мы слишком наивные и доверчивые люди и думаем, что если на указе написано улучшение социально-экономического положения общества, то так оно и будет. Это дымовая завета. На самом-то деле ни одного решения, которое бы затрагивало хоть как-то интересы нашей, кавычках нашей, конечно, олигархии, я не помню. Более того, наоборот, появились дополнительные возможности для того, чтобы уходить вообще от налогов. Власть извращается на 180 градусов, разворачивая решение там жилищной проблемы. В мастерских указах и в 2012 году, и в 2018 году о жилищной проблеме говорилось. Но основной способ решения жилищной проблемы – это оказывать ипотечные кредиты. А ипотечные кредиты, по большому счету, они не решают жилищную проблему. Они решают проблему банков и строительных подрядных компаний, которые осваивают деньги. Люди-то даже, наоборот, теряют свое жилье. Среди кредитов – это вообще вопиющее расстатичество. То есть, понимаете, степень обеспечения общества дошла до такого уровня, что мы уже даже не реагируем на эти вещи, даже эмоционально не реагируем. Прошел кризис 2008 года, кризис 2014-2015 годов. Начались усугубляющиеся санкции Запада. Как результат, число долларовых миллионеров в России только растет, остальные беднеют. Вот и сейчас очередные аналитики прогнозируют рост числа долларовых миллионеров в России. Значит, надо ждать обнищания еще очередных тысяч не вписавшихся в рынок человек. Власть не сделала ни одной ошибки в плане обеспечения интересов финансовой олигархи Российской Федерации. Каждый дополнительный миллиард у российского олигарха – это значит тысячи тысяч ограбленных россиян. То есть, тут обратная зависимость. Чем больше штук олигархов, тем больше миллионов ничьих и необеспеченных людей в России. Люди просто обдешаются минимальных доходов, они не в состоянии дальше жить. Люди, пытаясь улучшить жилищные условия, подсаживаются на ипотечные кредиты, теряют последнюю крышу над головой, становятся бомжами, долго не живут. А те люди, которые живут в индивидуальных домах за пределами мегаполиса, там тоже они находятся под амокловым мечом к увеличению налогов на недвижимость. Там уже разработаны проекты новых налогов, или просто улучшаются ставки по некоторым действующим налогам. Так что их тоже в любой момент могут сделать бомжами. Потому что у нас капитализм в чистом виде, а капитализм иначе не может развиваться.